Вот мы все время вспоминаем наиболее такое яркое впечатление, когда ансамбль поехал на гастроли в Нью-Йорк, и такими большими буквами было написано «Красновязь» компания «Данс офф Сибири». Такая гордость берет за город, за то, что ты работаешь в этом коллективе. И самая хорошая площадка, которая была, это Carnegie Hall, где хотели, в принципе, как-то немножко сорвать, что ли, концерт, кинули эту бубочку во время концерта, и зритель стал соскакивать, слезоточивый такой. Но она не попала на сцену, а мы этот концерт еще с большим каким-то энтузиазмом, таким рвением, напором отработали просто на ура. Ну вот это вот наиболее такое самое яркое, которое впечатление остается, и мы все время вспоминаем. А так в процессе всей творческой деятельности много было хороших, много, может быть, чего-то было и немножко не хватало нашему коллективу. Но Михаил Семенович, он был такой новатор, экспериментировал и современные элементы все время вводил в народный танец, за что, может быть, его и критиковали. Но тем не менее, вот время показало, что, в общем-то, все он делал правильно, это нужно, и нужно искать, и не стоять на одном месте. Что для меня ансамбль «Танцы Сибири»? Ансамбль «Танцы Сибири» для меня, в первую очередь, творческий рост. Скорее даже не как профессионала, а как человека. Я здесь приобрела очень большой опыт, и я уверена, что он мне в жизни пригодится. Я благодарна мастеру, я благодарна всем артистам, которые меня окружают здесь. Я пришел в ансамбль в 2002 году, и вот уже почти 18 лет работаю в нем неизменно, никуда не уходил, все время здесь. Этот ансамбль моя жизнь, моя работа, мое состояние души, мое все. Сегодня мы находимся на гастролях в Америке. Для меня это уже четвертая поездка. С удовольствием вспоминаю те года, когда приезжал сюда раньше. И надо сказать о том, что здесь, в Америке, ансамбль «Гаденко» имеет необычайный спрос. Зритель всегда с восторгом принимает наш коллектив. Мы здесь очень актуальны, и для меня это лучшая, наверное, награда за то, что я не ошибся с коллективом, который выбрал. Ансамбль «Гаденко» имеет великую славу, очень яркое, насыщенное прошлое. Я думаю, что такое же будет и настоящее у коллектива, естественно, будущее. Вспоминаю с удовольствием моменты, когда мы работали на различных площадках в США, и вот сегодня мы в Хьюстоне, и прям погода радует, и прекрасный театр. Сегодня ожидаем много зрителей. Это тоже очень-очень для нас приятно. Готовы работать как всегда хорошо. Сказать, что вот какой-то именно любимый номер я не могу, потому что мне нравилось работать. И каждый номер – это как целое какое-то такое войти в образ, создать свой характер, найти какие-то элементы движения, чтобы они соответствовали. Ну, естественно, хотелось иметь сольные номера. Это и «Птичий двор», это «Параня» была, допустим, у меня. Такие в начале своей творческой деятельности это были сибирские форсуны. С этого я как бы начинала. Мне вот нравилось то, что можно именно свою индивидуальность показать в этих номерах. Мой любимый номер – это «Казачий пляс, Красный Яр». «Казачий пляс, Красный Яр». «Хоровод у колодца». «Птичий двор». «Хоровод у колодца». «Енисейские речники». «Сибирь моя». «Сибирская потеха». «Это тундра». «Вдоль по улице». «Затвела сирень-чуремуха». «Сербская сита». Потому что девочки такие все красивые, такие все элегантные, а мужчины показывают свою стать. «Он задорный и веселый». Потому что в этом хороводе сочетается и хореография, и драматургия в музыке, и сочетается образ танца и образ в танце. То есть прекрасно показана красота русской природы и красота русской девушки. И каждый раз танцую этот хоровод, ну просто слезы на глазах, и каждый раз разные эмоции и разное настроение. Ну, в общем, это потрясающе. Так как раскрывается в этом номере красота русской души и самих сибирьков, потому что это яркая точка в программе. «С самого детства, когда я ходил на концерт ансамбль «Тан Сибири», меня поражало, как мужики здоровые делают трюковые элементы. Это восхищало меня. И по сей день, когда я уже сам исполняю этот номер, ну прям мурашки идут по коже от драйва. Получая огромное удовольствие от этого номера, прет нереально, показываешь свою силу, мощь, именно как, ну, мужчина. Когда время не стоит на месте, всегда есть какие-то изменения, может быть, сдвиги вперед-назад, какой-то прогресс, какая-то, может быть, регрессия в чем-то. Но никогда время не стоит на месте, и ансамбль, соответственно, тоже развивается. Коллектив стремится все выше и выше, как бы не опускает свою планку. И в этом, соответственно, очень большой вклад Михаил Семенович сделал в том, что он создал все для того, чтобы было хореографическое училище, которое поставляет новые кадры. И эти новые кадры, как свежая кровь приходит в ансамбль, приносит что-то новенькое, какие-то новые образы, новые дыхания. Ансамбль молодеет, ансамбль развивается и двигается вперед. Красноярский ансамбль танца Сибири имеет необыкновенную славу в мире. И где бы коллектив ни работал, он всегда имеет успех. Вспоминаются гастроли далеких 2000-х, когда мы были в Европе. И когда мы заканчивали концерт, зритель не хотел нас отпускать. И закрывался занавес несколько раз. Вот закрылся занавес, нам бы уже отдыхать, а зритель просит, по-прежнему аплодисменты в зале звучат. И я помню, что 11 раз поднимался занавес, и никак не могли нас отпустить французские зрители восторженные. И когда-то, в далеких еще годах, ансамбль был на гастролях также во Франции. И Михаил Семенович Гаденко, увидев о том, что какой необычайный прием демонстрирует европейский зритель, сочинил прямо на гастролях французский финал. Этот французский финал стал достоянием настоящим для ансамбля. Это очень яркая, такая быстрая бесовка с трюками, насыщенная очень, в которой все вращается. Прекрасная музыка, которую написал Владимир Корнев. И надо сказать о том, что этот французский финал по-прежнему актуален. И вот просто где бы мы ни выступали, мы всегда стараемся его показывать. И зритель вот с восторгом воспринимает такую затею, такую придумку Михаила Семеновича. И французский финал, конечно, такая мощная, яркая точка завершения нашего концерта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова